Большой цветок выводят кистью на воде. Необычное хобби увлекает и девочек и мальчиков. Рисунки на воде и песке, настольные игры, творчеством юные косихинцы теперь занимаются в отремонтированном доме культуры. Большое пространство для отдыха молодежи на втором этаже. Тоже там занимаются креативное пространство. Молодежь в любое время могут приходить. И вечерняя дискотека, и дневное время. В новых залах репетирует ансамбль «Руси», чья за стенкой юные балерины ставят новый танец. Артисты еще не привыкли к такому комфорту. Год назад косихинский дом культуры выглядел так. Зданию 45 лет и капитального ремонта оно ни разу не видело. Настолько было тяжело смотреть, когда обваливается эта штукатурка, окна, которые были деревянные. ДК попал в нацпроект «Культура». И в его рамках на капремонт выделили больше 60 миллионов рублей, заменили скрипучие полы и старые окна, обновили фасад и оборудовали помещения под кинозал. Было огромное помещение, просто дискотечный зал. Сейчас предусмотрен кинозал на 39 мест. Все сделано по современным меркам, функционально и технологично. На удобные помещения для занятий коллектива, видеонаблюдения, система пожарной безопасности, обновленная топительная система, зрительный зал с мягкими и удобными креслами, даже у сцены, новая одежда. По словам губернатора Виктора Томенко, теперь ДК можно смело называть дворцом. Дворец культуры пустовать не будет. Здесь 18 творческих коллективов. От танцоров до собственной рок-группы. Добавим, что скоро обновленный ДК появится и в Солонешинском районе. Там объект также ремонтируют в рамках нацпроекта. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.